Я думаю, Китай активно поддерживает Россию. Мы знаем, что Пекин значительно увеличил закупки нефти и газа из России. Вероятно, больше, чем сообщается публично, и был бы счастлив делать это на постоянной основе. У меня нет никаких сомнений, что находящиеся под санкциями российские финансовые институты отмывают деньги через непрозрачную финансовую систему Китая на мировых рынках. Китай может помогать России косвенным образом. Например, он может продавать оружие в Беларусь. А что потом с ним происходит? Он может продавать оружие Северной Кореи. И что тогда с ним будет? Можно говорить с каменным лицом «мы не поставляем оружие напрямую в Россию», но при этом добиваться такого же результата другими способами. Отношение России и Китая сейчас можно было бы назвать антантой, от которой, я думаю, русские все больше и больше зависят. Китай ясно дал понять, что хочет региональной гегемонии на своей периферии в Индо-Тихоокеанском регионе. И в конечном счете стремится к глобальной гегемонии. Пекин больше не скрывает этого в своих публичных заявлениях. И Китаю очень полезно иметь сателлита в виде России с ее сельскохозяйственной продукцией, полезными ископаемыми, огромной территорией и прямым выходом в Европу. Это очень удобный сосед. Что же касается российско-украинского конфликта, думаю, Китай выиграет при любом его исходе. Победа России и завоевание Украины – несомненный плюс для союзника Китая. Если же Россия, наоборот, потерпит неудачу, она станет более зависимой от Пекина. Так что Китай и здесь выигрывает.